МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие 15 минут также со следующими темами. Почему швейцарцы ездят за продуктами в соседнюю Германию? Как интернет может сделать благотворительность более эффективной? В чем измерить счастье и где живут счастливые немцы? В новом году в Латвии появится новая валюта. Национальная валюта ЛАД была в обороте всего 23 года. Тем не менее, с 1 января 2014-го она уступит место евро. Политики считают, что переход на евро – это свидетельство финансовой и политической стабильности страны. А рядовые латвийцы к новой валюте относятся по-разному. По последним опросам, более половины из них не хотят введения евро. Во-первых, нельзя забывать о том, что хотя ситуация в еврозоне и стабилизировалась, кризис в странах-должниках еще не миновал. А во-вторых, многие латвийцы считают, что переход на евро ударит по их карману. Почему? Об этом в нашем первом сюжете. Контролеры Латвийского центра защиты прав потребителей совершают обход торговых рядов и выборочно проверяют, адекватно ли цены переведены с лат в евро. С октября этого года стоимость товаров указывается в обеих валютах. Многие латвийцы к введению евро настроены скептически. Боюсь, продукты питания подорожают, и нельзя будет проверить, соответствует ли новая цена в евро, прежней цене в латах. Пройдет, наверное, по крайней мере год, пока мы не привыкнем к евро. Так же было и в Германии. Они тоже поначалу все в марках считали. Ну а мы будем считать в латах. Конечно, все подорожает. Вот цены уже сейчас поднялись. И в Эстонии то же самое было. С евро все подорожает. Введение евро жителями Латвии напрямую ассоциируется с повышением цен. И Центр защиты прав потребителей прилагает все усилия, чтобы это было не так. Evers Yonins выбирает в магазине 10 товаров наугад и пересчитывает. Корректно ли цену в латах, пересчитали в евро. В Латвии свободный рынок. Предприниматель сам устанавливает цены. Мы можем только фиксировать нарушения, но не вмешиваться. С переходом на евро возникает и масса других вопросов. Что будет со старыми контрактами, в которых суммы оговаривались в латах? Как начислять зарплату, которая была заработана в латах, а выплачивать ее нужно в евро? Привыкать к новой валюте придется с 1 января всем. Преодолеть возможные трудности можно опираясь на опыт Эстонии или, скажем, Германии. В этих странах к евро еще до его введения многие также относились плохо. Но, как показывает опыт, зачастую несправедливо. Все дорожает не только из-за евро. Вступают в силу новые законы о налогообложении. Повышается уровень минимальной заработной платы. Все это связано с увеличением расходных статей предприятий. А это тоже может привести к повышению цен. 4 тысячи предприятий розничной торговли в Латвии обязались, так сказать честно, пересчитать цены в евро. Такие магазины получают специальную наклейку. Они рассчитывают, что это вызовет доверие покупателей. Сотрудник Центра защиты прав потребителей Иверс Юнинс проверяет и этот супермаркет. Действительно ли он соблюдает взятые на себя обязательства. Здесь все цены в Латвии соответствуют ценам, указанным в евро. Кроме того, на товарах, как и полагается, наклейки с указанием цен в обеих валютах. Таким образом, у покупателя есть возможность сверить цены на наклейках. Поэтому я всегда сюда прихожу. Поэтому цены, они написаны в евро и в латах, они соответствуют. Новая валюта еще больше сблизит Латвию с Евросоюзом, где есть как экономически стабильные, так и кризисные страны. Правительство страны надеется, что в будущем году поддержка евро вырастет, так как вступление в еврозону стабилизирует финансовую ситуацию в Латвии и будет способствовать развитию экономики. Латвия станет 18-й страной еврозоны, а вот Швейцария отказываться от своих франков пока не торопится. Хотя фактически в стране можно расплачиваться в двух валютах – и франками, и евро. Швейцарцы известны своей практичностью. Именно по этой причине многие из них отправляются в соседнюю Германию, где некоторые товары в два, а то и в три раза дешевле. Казалось бы, обычный супермаркет. Отличает его лишь то, что находится он в немецком городке Вальна-Рейне, на границе со Швейцарией. Большинство покупателей, которые забивают здесь свои тележки до отказа – швейцарцы. За самыми обычными продуктами они отправляются не в магазин за углом, а едут в соседнюю Германию. Овощи, фрукты – всё дешевле. Что-то здесь, например, стоит 3 евро 40 центов, а у нас, если пересчитать, 7-8 евро. Тот же продукт той же марки. Предметы гигиены, салфетки у нас в четыре раза дороже. И ещё один плюс – швейцарцам тут же на месте возвращают немецкий налог на добавленную стоимость – 19%. Швейцария не входит в ЕС, поэтому жители этой страны не обязаны платить НДС Германии. Вот и выходит, что товары в местных супермаркетах обходятся швейцарцам гораздо дешевле. Кульминация шоппинг-туризма приходится на выходные дни. Ради торгового рая в Германии экономные швейцарцы даже готовы смириться с пробками и очередями. Правда, такое поведение покупателей приводит к печальным последствиям в самой Швейцарии. Там многие магазины вынуждены просто закрываться, особенно в приграничных районах. По предварительным данным, из-за этого Швейцария уже потеряла около 20 тысяч рабочих мест. Ситуацию могло бы спасти ослабление курса франка. Рост стоимости евро на 15-20% помог бы нам, если бы один евро стоил порядка одного франка 40 сантимов, а не одного франка 20 сантимов. В торговом центре приграничного немецкого города Вальна-Рейне считают, что в ближайшей перспективе вряд ли что-либо поменяется. Здесь даже собираются расширять торговые площади в надежде на новых покупателей из соседней страны. Я не вижу опасности того, что в ближайшие годы курс швейцарского франка сильно упадет по отношению к евро. В любом случае, еврозоне потребуется еще некоторое время, чтобы стабилизировать свою валюту. По последним данным, швейцарцы ежегодно тратят на покупки в соседних странах почти 6 миллиардов евро. Большая часть этих денег остается в кассах немецких супермаркетов. На декабрь в Европе приходится не только всплеск покупательской активности, но и благотворительности. В Германии каждый третий житель регулярно делает пожертвования. Это могут быть деньги, вещи или волонтерская работа. Деньгами немцы жертвуют до 4 миллиардов евро в год. Но где уверенность, что пожертвованные тобою деньги действительно дойдут до адресата? Немецкий интернет-портал BetaPlace такую гарантию предоставляет. Джоанна Брайденбах. Шесть лет назад она стала сооснователем интернет-портала для сбора пожертвований на благотворительные цели BetterPlace. Вот на этих графиках можно понять, как работает наш портал. Можно увидеть число взносов, которые поступили сегодня, и их размер. Конечно, во время рождественских праздников поступает много пожертвований. И в декабре показатели всегда отличные. 18 тысяч евро. Таков размер пожертвований только за этот декабрьский день. Это доказывает. Благотворительность в интернете – идея, которая работает. Портал BetterPlace стал виртуальным местом встречи тех, кому нужна помощь, и тех, кто готов помочь. При абсолютной прозрачности потоков средств. Здесь уже зарегистрированы 6 тысяч проектов со всего мира. Ежегодно в Германии частные лица жертвуют на благодворительные цели около 4 миллиардов евро. И треть этой суммы тратится на фандрайзинг, то есть ту же работу со спонсорами. Мы считаем, что сбор пожертвований в сети гораздо эффективнее. Мы хотим, чтобы все 100% от взносов шли нуждающимся, а не на рекламную работу. Наш портал BetterPlace не берет деньги за посредничество. Поэтому нам нужно было найти другую возможность зарабатывать. И эта возможность нашлась. Сотрудники BetterPlace консультируют крупный бизнес в вопросах благотворительности и социальной деятельности. Среди клиентов – компания-разработчик программного обеспечения SAP. Ее сотрудникам, к примеру, удалось собрать почти 100 тысяч евро для пострадавших от тайфуна Хайян, который обрушился на Филиппины в ноябре этого года. В SAP стали делать очень щедрое пожертвование через BetterPlace. Немалую роль сыграло и то, что портал очень прост в использовании и нагляден. Сотрудники говорят, что благотворительность сплотила их. У нас в офисе я первая сделала взнос. Постепенно подтянулись другие сотрудники. Пожертвования стали темой для разговоров. Мы спрашивали друг друга, ну как, кто-то уже перевел деньги? И ты видишь, как сумма растет в реальном времени. И то, что другие тоже жертвуют деньги, это, конечно, просто окрыляет. В тот день после обеда мы посмотрели, и ничего себе, там уже было 30 тысяч. Ну или что-то вроде того. Это было действительно здорово. Работу интернет-платформы BetterPlace обеспечивают 40 человек. У всех сотрудников немалый опыт работы в сфере благотворительности. Так что не мудрено, что с момента основания портала в 2007 году ему удалось собрать уже 15 миллионов евро. Немалая часть из этих средств была переведена на счета детских домов в Африке. Раньше было так. Председатель правления когда делал пожертвования, например, для детского дома, позировал для корпоративной газеты с комментарием, мол, вот чек на благотворительность. Но ведь куда более эффективно делается это в интернете. Онлайн-режим позволяет более подробно представить конкретный проект, на который жертвуются деньги. И мы помогаем компаниям перейти на этот новый уровень социальной деятельности, помогаем им освоиться с благотворительностью в сети. Похоже, новые идеи действуют все же по старому принципу. Мир должен знать своих героев. Много ли нужно человеку для счастья? Пожалуй, у каждого на этот счет свое мнение. Международный индекс счастья учитывает, например, такие критерии, как продолжительность жизни и удовлетворенность ею. Согласно этой шкале, самые счастливые люди на планете в уходящем году жили в Коста-Рике, Вьетнаме и Аргентине. В Европе самыми счастливыми оказались жители Дании, Норвегии и Швейцарии. Индекс счастья рассчитывают и внутри стран. Например, в Германии сравнили отдельные федеральные земли. Так где же живут самые счастливые немцы? Ульрих Шутте строит и ремонтирует деревянные лодки. Занимается этим он уже более 20 лет. Его мастерская находится в маленьком городке Ниндорф, на берегу Балтийского моря. Ремесленная работа не сделала лодочного мастера богатым. Тем не менее, здесь, в самой северной федеральной земле Германии, которую омывают воды Северного и Балтийского морей, он чувствует себя счастливым. Я думаю, что здесь, на берегу моря, именно в этой земле, можно заниматься теми вещами, которые заменяют материальное благо и на которые не нужно тратить много денег. Поэтому людям здесь для счастья не так уж и много нужно. Пляж, море, просторы. Этого здесь в изобилии. Именно это, по мнению исследователей, объясняет, почему здесь, на севере Германии, в земле Шлезвик-Гольштейн, живут самые счастливые немцы. Ученые выяснили, что деньги здесь не являются важным фактором счастья. Зато семья, верные друзья и уютное жилье играют большую роль. В поисках счастья мы отправились в окрестности Гамбурга, в небольшой городок Глюкштадт. На русский это название переводится как «Город счастья». Здесь тихо и спокойно. Население всего около 11 тысяч человек. Бургомистр Герхард Блазберг считает, что жизнь вдали от суматохи большого города делает местного жителя счастливым. Вы можете здесь свободно вздохнуть. Ритм жизни у нас спокойнее и здоровее. С другой стороны, здесь есть и культурная программа, и удобная инфраструктура. Так что глубокой провинцией нас не назовёшь. Но всё же глубинка, глубинки рознь. Городок Укермарк в восточной германской федеральной земле Бранденбург. Согласно актуальному исследованию «Атлас счастья-2013», именно в этой федеральной земле живут самые несчастные люди Германии. Главу окружной администрации Дитмара Шульца это очень расстраивает. Он пытается сделать всё, чтобы осчастливить жителей Укермарка. Одна из основных проблем этого городка – отток молодёжи. Мы живём на периферии. Должен признаться, что поэтому у нас, к сожалению, высокий уровень безработицы. Это для нас большая беда. В поисках работы отсюда когда-то уехала и Катарина Будрус Шиман. Несколько лет спустя она всё же вернулась, уже с мужем и ребёнком. Пока это единичный случай. После окончания школы многие молодые люди уезжают отсюда. Думаю, что их семьи, которые остаются тут, переживают из-за того, что их дети и внуки живут так далеко. Потому что они редко видятся, и настоящей семейной жизни не получается. Ульрих Шутте советует не относиться к поиску счастья так серьёзно. Счастливым можно быть везде – на его родине, в Шелезвиг-Гольштейне и в любом другом месте. В некоторых европейских странах на Новый год принято дарить поросёнка, четырёхлистник клевера или фигурку трубочиста. Эти талисманы, согласно поверью, должны в наступающем году принести счастье. Мне же в преддверии Нового года и Рождества остаётся пожелать вам, конечно же, счастья, здоровья и удачи. Следующий выпуск «Геофактор» выйдет уже в новом 2014 году в середине января. А у меня всё на сегодня. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом и новым счастьем! Субтитры создавал DimaTorzok